Приветствую, продолжаем инвестировать в акции на российском фондовом рынке. Меня зовут Артём Первушин, будем покупать дивидендные компании. С момента прошлого видео прошло месяца 4, если мне память не изменяет. Я не появлялся на этом канале, занимался трейдингом. Рынок за это время хорошо вырос, я активно его торговал. Сейчас в последнее время взял перерыв и готов продолжать вести контент по инвестициям. За это время я не инвестировал. То есть тот портфель, который у меня сейчас на экране, это то, что я составлял в прошлых роликах. Но деньги, которые я зарабатывал и должен был отложить на этот портфель, я отложил от 190 тысяч рублей на счету. И я сейчас их буду инвестировать. Вот это, кстати, ответ на вопрос, что делать, Артём, если я работаю очень много, мне не хватает времени на инвестиции. Откладывай деньги и проинвестируешь чуть позже, как появится свободное время. Что ж, вот так выглядит мой портфель. Заработал я, ну как заработал, да, в плюсе я на 48 тысяч рублей, инвестировав всего 325 тысяч. Я инвестировал сколько там, месяца 3, если мне память не изменяет, за 3 месяца, может 4, да, 325 тысяч отложил. И из них 48 приросло за последующие 4 месяца. Это много, это сильно, но это не основная цель портфеля. Я напомню, что основная цель портфеля получать дивиденды, и первые дивиденды уже накапали, вон по чуть-чуть, по чуть-чуть. Сколько накапало мне уже, там 2000, там или 3000 рублей, что-то не хочет она суммироваться. 3700 рублей пассивного дохода было. Ну там налогов мне еще вышли 2700. Это с того, что я активы какие-то все-таки продавал в прошлом году, какая-то прибыль была реализована. Оттуда 13% НДФЛ мне вычли. Что ж, 48 тысяч рублей, если я прямо сейчас продам все свои акции, которые накупил, у меня будет такой плюс. Этого я делать, естественно, не буду по одной простой причине. Пассивный инвестор зарабатывает деньги в основном с дивидендов, а не с прироста своего счета. Именно инвестор, который ставит перед собой цель жизни на пассивный доход. Именно такая цель стоит перед этим портфелем. И моя задача просто докупать активы, дивиденды, которые будут приносить мне пассивный доход, покрывающий все мои расходы. Что ж, я буду покупать сегодня акции, которые просели. Вы видите, что некоторые из них у меня не то, что в плюсе или в минусе находятся, а некоторые из них у меня имеют большую долю, нежели изначально запланированную, некоторые меньше. А те, что имеют меньшую долю, я их в первую очередь сегодня буду докупать. Так происходит на российском рынке в основном потому, что акции платят, как правило, компании платят по акциям, как правило, дивиденды раз в год. Когда эти дивиденды, дивидендная отсечка проходит, оглашается сумма дивидендов, которую компания выплатит, инвесторы сразу примерно на этот процент дивидендов продают, распродают акции компании, потому что фундаментальная оценка уменьшается. На балансе компании стало меньше денег, дивиденды это убыток для компании, ну, расход, вернее, да, будет сказать. И из-за такой дивидендной отсечки компании, которые уже выплатили дивиденды, они снижаются. Те, что дивиденды еще не выплатили, они, грубо говоря, на своих пиках находятся. И получается так, что в основном я буду докупать компании, которые вот только-только после выплаты дивидендов, потому что они значительно будут отставать от плана по моему портфелю. Может быть, я как-то иначе организую это в будущем, но пока что такая мысль. Кстати, может возникнуть вопрос, а что такое 3000 рублей, там, 4, сколько там дивидендов мне накапало. Это же копейки, это же мало, да, это копейки, это мало, но компании, далеко не все компании выплатили дивиденды мне, во-первых. Во-вторых, я напомню, что инвестирую я там всего 3 месяца, плюс вот прошло еще 4, то есть вот только-только прошло полгода. Многие компании заплатят дивиденды по моим покупкам, там, спустя еще полгода. И там уже можно будет подведить какие-то первые итоги. Я ожидаю, давайте посмотрим, дивиденды в год, 32 тысячи рублей за год мне должно прийти. Пока что там какие-то копейки пришли. Если поделить 32 тысячи на 12, в месяц ожидается 2 600. И это на момент прошлого видеоролика. Я напомню, на прошлой инвестиции. Сейчас будем портфель пополнять, докупать и вернусь уже, когда это сделаю. Но перед тем, хочу напомнить, что инвестирую я через БКС, это топ-1 брокер в России по объему активов клиентов. Это самый классный брокер для пассивных инвесторов, поскольку он вообще бесплатной комиссии. Вы не платите никаких 0 рублей в месяц тариф при заведении аккаунта Тариф Инвестор. И вообще нет никаких комиссий на покупку активов. На продажу они будут. То есть, если вы трейдер торгуете, фиксируете прибыль, что-то, может быть, пошортите, вы будете платить комиссию. Но в таком случае для вас есть отдельный тариф трейдер, который тоже очень выгодный. Комиссия 0,01% это практически ничего. Когда у вас обороты появятся, больше чем 250 тысяч рублей в месяц, за 300 рублей подключаете тариф и сидите, кайфуете. Но для инвесторов вообще бесплатно топ-1 брокер. И там еще даже на бесплатном тарифе за вами будет закреплен финансовый консультант Сергей. Ссылочка в описании. Можете зарегистрироваться за 5 минут онлайн по российскому паспорту. Набираю портфель. Первым делом покупаю Novotex. 17 лотов, 17 акций на 25 тысяч рублей. Нажимаю купить. Покупаю я все по рынку в один клик. Продолжаем. Также докупаю 3 акции Lukoil. И обратите внимание, как выглядеть должно у пассивного инвестора этот процесс инвестиций на графике. Откроем большой интервал. И что можем проследить? Цены постоянно скачут. То вверх, то вниз. Ну, в моем случае, по Lukoil конкретно они с моей покупки пошли вверх. Но по сути неважно. Вот она там с самого пика чуть опустилась. Я не продаю здесь Lukoil для того, чтобы он, допустим, упадет в 2 раза условно. И вот докупить еще больше. Или там я вообще мог бы теоретически его зашортить и заработать с этого падения. Я этого не делаю. Мне не важно. Цена акций растет, она падает. Я, как появились лишние свободные деньги, докупаю. Логика здесь та же самая, что и с квартирой. У всех есть квартира плюс-минус. Ну, или у большей части, по крайней мере, вы понимаете, что если вы купили квартиру и, например, сдаете ее в аренду, получая пассивный доход, вы не побежите продавать квартиру. Вдруг в вашем городе или в вашем районе цены на недвижимость упали на 20%. А вдруг они упадут еще на 50%. Вы же с этой мыслью не бежите продавать свою квартиру в панике, отказываясь от пассивного дохода. То же самое и касается ваших инвестиций на фондовом рынке. Вы должны собрать качественные портфель ценных бумаг, которые приносят вам пассивный доход. Желательно растущий. Там уже вопрос по качеству компании. Продолжаем. Покупаю 28 лотов Ростелекома. Это 280 акций на 21 500 рублей. Покупка исполнена. Продолжаем. Обратите внимание на Ростелеком тоже. Вот я сделал покупку. Сижу, удерживаю акции. И то выросли, то они упали, то они снова подрастают. Мне вообще не важно. Я постепенно, методично докупаю. Беру 45 лотов Роснефти. Это 45 акций на 25 700 рублей. 35 лотов Интеррау. Это 3500 акций на 14 000 рублей. Давайте посмотрим тоже на график. Тут, кстати, в БКС можно посмотреть показатели компании, выручку, прибыль, дивидендами, сколько платят. Тут вся подробная информация есть. Можете потыкать, посмотреть, кто вот у меня спрашивал. Здесь можете найти об этом информацию. Вот тоже она была у меня в плюсе какое-то время. Тут как-то можно было прям на графике подчертить, но не помню, как это. Прошло уже сколько? 4 месяца, как я сюда не заходил. Приятно, что можно не заходить в свой брокерский счет, проинвестировать, да забыть на 4 месяца, на 4 года, на 44 года. Потом зайти, удивиться, посмотреть, что у тебя там 500 тысяч рублей дивидендами в месяц, оказывается, капает и прирост на 53 триллиона долларов. Обрадоваться, вывезти, деньги купить там себе квартиру, машину шикарную и так далее. Вот поэтому надо инвестировать. Что ж, давайте продолжаем покупать акции. 13 слотов мать и дитя на 10 тысяч рублей. Купить хорошо. Красота. Вот тут бы еще подокупать, но ничего страшного. Так, нефть мне, кстати, очень много принесла. Я ее купил всего лишь на 14 тысяч рублей. И за последние 4 месяца она мне принесла с этих денег плюс 6 тысяч. То есть, если кто-то не хочет инвестировать для пассивного дохода, для дивидендов, ну, теоретически на российском рынке можно спасти деньги от инфляции, еще и сверх этого заработать. Ну, вот Татнефть 14 тысяч вложил, плюс 6. 16 тысяч. Так, давайте я вскрою, сверну. Это, может быть, я ошибся. Где у меня Татнефть? Мосбиржа. Вот она Татнефть. Привилегированные акции. У меня 20 тысяч рублей в них вложено, да. При том, что это плюс 6 тысяч. То есть, с 14 изначальных тысяч рублей плюс 6. Это много, это сильно. Всего лишь за 4 месяца это бешеные проценты. Что ж, покупаю. Мне нужно взять ее чуть меньше, чем на 20 тысяч рублей. А, это получается, мы берем ее около 30 лотов. Чуть меньше, давайте 28. Отлично. Нет, даже меньше можно 26. Вот 18. Отлично, 26 лотов берем. Покупка. 8 лотов Газпрома берем на 13 тысяч рублей. Нурникель. Ну, акцию нужно купить на 16 тысяч. Обратите внимание, кстати, в графу комиссии. Комиссия, вот она, 0 рублей. Еще раз, я покупать не буду, но обратите внимание вот сюда. Комиссия 0 рублей, потому что тариф инвестор. Если у вас несколько брокерских счетов, например, у меня здесь в ВКСе тоже их два, два брокерских счета, у меня индивидуальный инвестиционный счет и вот этот инвестиционный. Для каждого брокерского счета будет тариф отдельный. По стандарту он всегда бесплатный, всегда 0%, всегда 0 рублей за покупку. Потому что предполагается, что вы инвестор пассивный, который будет все это дело просто покупать, инвестировать надолго. Но если вы будете торговать, трейдить, вам, ну или просто купили акции, потом захотите зафиксировать прибыль, уменьшить комиссию с этого. Если у вас будет огромный объем миллиардный, очевидно, с продажи вы комиссию какую-то заплатите. Вам будет выгоднее для начала за 300 рублей в месяц тариф подключить для каждого отдельно брокерского счета, где вы будете торговать, продавать активы, закупать что-то новое. Ну там посчитайте, в тарифном плане вот можете посмотреть подробные условия, сколько там за продажу берет комиссия. Ну там небольшая она, по-моему, что-то 0,1%. Могу ошибаться, нужно посмотреть. Сейчас копаться в видео не буду, сами можете проверить, тем более информация со временем может меняться. Тут в 10 раз меньше комиссия будет за 300 рублей. Берем московскую биржу на 13 тысяч рублей. Это нужно примерно 7 лотов. Купить 13 600 рублей в московскую биржу. И у меня осталось на балансе 26 тысяч. Что-то не обновилась еще страница. Вот она, 13 тысяч рублей осталось на балансе. Нужно докупить еще Россетит Центр. На них мы, собственно, и купим. Россетит Центр. Купить. Можно купить 21 лот. Это 21 тысяча акций. Нажимаем Купить. И чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило. Давайте еще раз. Это, видимо, страница, потому что не обновилась. Нет. Нет там в копейках дела. Давайте 20. Купить. И заявка исполнена. Ну вот, у меня осталось 700 рублей на балансе. Портфель полностью укомплектован. И давайте посмотрим на динамику, что интересного произошло с моей целью и движением к ней. И на бумаге. Таблички, точнее. Выглядит мой портфель следующим образом. Как видите, P&L сильно подрос. Каждый столбец – это каждый мой записанный видеоролик, когда я инвестирую. Поэтому от текущего столбика до прошлого достаточно много времени прошло. Поэтому тут вот такой скачок. Ну, ничего страшного. Я не каждый день записываю сюда статистику по портфелю. Это не каждый день. Нужно отслеживать, в принципе. Как правило, вообще считается, что пассивный инвестор, чем реже заходит смотреть на свой портфель, тем лучше для него, потому что меньше вероятность, что руки полезут, почешатся куда-нибудь, что-нибудь там потрогать, потыркать, продать. Так вот, P&L вырос. У меня он был уже в районе 50 тысяч рублей, когда я только начал инвестировать, и российский рынок сильно вырос. Так, это не российский рынок, это именно акции Мосбиржа. Вот IMOX, тикер. Вот здесь момент был, когда мои акции сильно выросли. Как видите, рынок российский вырос суммарно даже выше, чем вот в этот момент. Но мой портфель принес как будто бы меньше денег. Почему так происходит? Потому что я последний раз акции как раз-таки вот здесь, на этом пике, и покупал. Давайте вернемся сюда, посмотрим, когда... Ну нет, я еще пару покупок делал после этого на небольшую сумму. Но по сути, купив я вот здесь акции в свой портфель, снижаю свою доходность, вот именно эту P&L, в моменты, когда после роста цены на рынке снижаются. Более того, у меня портфель дивидендный. Как правило, дивидендные компании, которые платят высокие дивиденды, это компании, которые там не развиваются, не захватывают новые рынки. Они держатся на плаву, дай бог там чуть-чуть выше инфляции, увеличивают свою выручку прибыль, что-то где-то оптимизируют, модернизируют и так далее. Соответственно, они непрорывные, они не стреляют, не иксуют, не растут, они стабильные, надежные и платят высокие дивиденды. И моя задача именно в такие компании инвестировать. Есть у меня пара исключений в портфеле, конечно, я про них уже рассказывал в прошлых видео, но суть остается такой. И вот этот P&L, по сути, для меня, как для долгосрочного инвестора, выгоднее, если он будет либо там нулевой, поближе к нулю, либо вообще отрицательный. То есть, если я буду покупать акции, они будут постоянно падать, я их все дешевле, дешевле, дешевле буду покупать. Но, естественно, можно такой портфельчик собрать, который будет всегда падать, но, естественно, компании хорошие, качественные всегда падать не могут. Если у вас такая ситуация происходит, значит, вы инвестируете в какое-то говно, и этого делать не нужно. Вот. Ну, P&L, вот он, близко к максимуму. Что интересно, сильно вырос мой портфель, я, видите, сумма инвестиций моих резко подросла, соответственно, на балансе количество денег резко подросло. Ожидаемые дивиденды в месяц тоже резко подросли, уже 4 тысячи рублей в месяц я ожидаемо буду получать. Ну, то есть, 48 тысяч рублей за год, поделено на 12. За дивиденды, я напомню, беру сумму выплат компании на акцию в прошлом году. То есть, если компания столько же дивидендов, как в прошлом году заплатит и в этом, я получу такую сумму. Скорее всего, многие компании будут платить больше из года в год, как минимум за инфляцией. Это, во-первых, во-вторых, вот эта цифра, она не до конца правильная на данный момент, потому что уже 2024 год. Я вот только-только сел, проинвестировал по своему плану. Я еще не обновлял информацию по компаниям в портфеле. Например, я обновил информацию по дивидендам только у Лукойла. То есть, вот эти вот суммы дивидендов, это аж 2022 год. Их нужно изменить, и тут будет более правильная цифра. Это уже к следующему выпуску я сделаю. И обратите внимание, покрытие расходов дивидендами. Изначально было вот к моменту записи прошлого видео полпроцента покрытия расходов. Сейчас уже полтора, практически в три раза. Что случилось? У меня расходы уменьшились. То есть, я там тратил 520 тысяч рублей в среднем месяц. Сейчас это вот 297 тысяч. Сильно углубляться там, почему так происходит, не буду. Я единственное, что аренду недвижимости, в которой я живу, немножко в другую графу теперь учитываю. Это не мои расходы. Это я там считаю как убыток по недвижимости. У меня много недвижимости. Ну, там есть свои нюансы, как можно это учитывать более грамотно, более правильно. Короче, вот эти мои расходы не включают недвижимость, аренду, квартиры, где я живу. Ну, по сути, вот это основной драйвер, почему у меня расходы снизились. Как-то так. Подписывайтесь на канал. Не забывайте, что другие соцсети есть по ссылкам внизу. Там я появляюсь чаще. Как видите, здесь не было меня 4 месяца. Но канал я не забрасываю, я его веду. Портфель не забрасываю, веду. Движемся к цели. Тут можете еще на паузу поставить, посмотреть, в какие сектора у меня. Разбивка. Постарался взять все-таки не только энергетику. Хотя российский рынок, конечно, преобладает именно на российском рынке, именно этот сектор. Не забывайте про БКС. Ссылка внизу. Топ-1 брокер. И, как я сказал, подписывайтесь на канал, другие соцсети. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok